18 июля 2019 года делегация города Киселевска-Кемеровской области посетила Государственную Думу по приглашению депутата Мельника Владимира Ивановича. Владимир Иванович Мельник в Государственной Думе представляет 4 субъекта Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Алтай, Томская область. Также он является членом фракции «Единая Россия» и Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. На региональных неделях Владимир Иванович Мельник проводит встречи с избирателями на местах, в том числе на Кемеровской земле и в городе Киселевск. Это город, в котором он с 1985 года жил и трудился на угольных шахтах, добился выдающихся успехов в добыче угля и был удостоен звания Героя Кузбасса и Героя труда Российской Федерации. В этой делегации были представители трудовых коллективов и Совета народных депутатов Киселевского городского округа. Михаил Николаевич Кузнецов представляет около 7 тысяч избирателей города Киселевска и Киселевский политехнический техникум. Пузанов Роман Владимирович, директор компании «Регионстрой», Георг Степанович Давтян руководит организацией, которая строит дороги и занимается благоустройством Киселевска. Альбина Кузнецова более 10 лет трудится в телерадиокомпании «Киселевск», а также занимается молодежными проектами города. Для членов делегации встреча с депутатом Госдумы дает возможность обсудить много производственных и организационных вопросов, которые помогают и местному самому правлению, и развитию бизнеса, производства и сферы обслуживания в Киселевске. Такой прямой диалог всегда приносит много позитивных идей и предложений, которыми делегации наверняка вскоре поделятся с председателем Совета народных депутатов Киселевского городского округа Владимиром Борисовичем Игуменшевым. Экскурсионная программа посещения парламента познакомила делегацию с вековой историей Государственной Думы. Уникальными экспонатами начала XX века – это вещи, которые принадлежали депутатам Госдумы Российской империи, технические устройства, которые применялись в законопроизводстве начала прошлого столетия. В современной истории Государственной Думы также вызывает огромный интерес любопытно посмотреть на инструменты голосования, увидеть путь развития современного парламента от первого созыва 1993 года до сегодняшнего седьмого созыва, поглядеть с гостевого балкона, как депутаты работают в зале пленарных заседаний. Парламентская библиотека включает специализированный фонд по вопросам права и парламентаризма, формирует коллекцию официальных парламентских изданий. Ее главная цель – организация библиотечного обслуживания членов Российского парламента, депутатов и их помощников, а также служащих парламентского аппарата. Библиотека включает более миллиона экземпляров изданий и ежегодно принимает десятки тысяч запросов и посещений. Работает также электронный каталог, интернет-портал, информационные услуги и сервисы. Это один из гуманитарных инструментов парламента. Но в Думе также еженедельно проходят выставки, которые рассказывают о регионах России, отраслях производства, художественных промыслов нашей страны. Символично, что сегодня вместе с героем труда Владимиром Мельником делегация смогла увидеть выставку под названием «Созидающий труд». На этой выставке представилась возможность обсудить некоторые вопросы и с представителем группы депутатов, в которую входит Кемеровская область, членом Комитета по экологии и охране окружающей среды Александром Ивановичем Фойкиным. Мне очень приятно сегодня было поучаствовать в этой выставке, встретиться с земляками. Киселевск – это особый город на Кузбассе, в Кузбассе. И, конечно, хотелось бы пожелать, уважаемые жители Киселевска, вам всем большой удачи, крепкого здоровья, успехов, чтобы город развивался. Ну и мы совместно с вами достигли тех больших результатов, которые запланированы в ближайшее время. Я понимаю, что вопросы экологии, они очень сложные, непростые. Мы активно работаем и с губернатором по этим направлениям, и с главой города. Надеюсь, что те задачи, которые будут поставлены и стоят сегодня, они будут решены. Всем удачи и успехов. Спасибо. Итак, экскурсанты познакомились с мероприятиями, которые проходят в парламенте, базовой структурой, составом Государственной Думы Седьмого Созыва, посетили фракции, представленные в Государственной Думе. Но особую радость, конечно, приносит встреча с депутатами-земляками, представляющими в парламенте Кемеровскую область. Очень рада увидеть стена Государственной Думы своих земляков из города Киселевска, нашего угольного, очень серьезного города, известного уже не только всей стране, но и миру. Очень много проблем, которые необходимо решить в области развития, экономического развития города, экологической устойчивости. И поэтому Думу совместными усилиями местных депутатов, депутатов Государственной Думы, местных властей мы можем прийти к соответствующим, правильным, конструктивным решениям. Хочется пожелать очень широких, интересных горизонтов в работе наших местных депутатов, понимания вопросов, ответственности. И рады очень приветствовать их у нас в Государственной Думе. Интересно посмотреть, как организована работа, как фракция работает, где депутаты заседают, в каких кабинетах, в библиотеке побывали, историю Государственной Думы посмотрели. Я являюсь также депутатом городского совета народных депутатов Киселевского городского округа. И, конечно, хотели поблагодарить Владимира Ивановича за предоставленную возможность побывать в Государственной Думе, посмотреть на то, как работает уже Государственная Дума. Сегодня нам была представлена уникальная возможность посетить парламент, посмотреть, как работают депутаты Государственной Думы. Безусловно, это очень интересно, познавательно. Спасибо депутату Государственной Думы Владимиру Ивановичу в Мельнику за предоставленную возможность, за приглашение и за такую уникальную возможность здесь побывать. Спасибо помощнику Владимиру Ивановичу Надея Хусатовне за то, что все для нас организовала. Спасибо экскурсоводу Анастасии за интересные факты, что поработала сегодня с нами. Мы побывали в самом зале пленарных заседаний. Интересно, что по телевизору, например, этот зал кажется намного больше, намного масштабнее. Здесь вживую он компактнее. Интересно, что работа кипит. И Дума – это такой большой единый механизм, который работает на благо нашего государства.